Мы рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вечере. И наш сегодняшний гость, я с большим удовольствием представляю, писателя, художника, специалиста по костюму, Ленор Горалик. У нас сегодня интересная и необычная тема. Тема на стыке моды и политики. И мы поговорим о поддержке и ее восприятии на оппозиционных митингах. Тема нашего сегодняшнего вечера «Не будет басеток, не станет Путиным». Пожалуйста, встречайте. Добрый вечер. Добрый вечер и огромное спасибо Открытой России за приглашение. Это мой второй приезд и второе выступление. И это сотрудничество в высшей степени лестно для меня. И то, что вы пришли для меня очень вязать. Спасибо большое. Я слышу, что у меня в микрофон. Я думаю, что так надо. Давайте, командуйте. Нет, здесь нормальная акустика, вполне ваша вузбезная. Я понимаю, что... Платье. О, у нас, значит. Хорошо. Значит, я начну с того, что я немножко уточню две вещи. Я уточню для исхождения фразы «Не будет басеток, не будет Путина». Эта фраза принадлежит не мне, эта фраза принадлежит гениальному сатирическому проекту «Мода на баррикадах», про который я буду рассказывать. А во-вторых, я, значит, объясню, что я собираюсь делать. Значит, я писала для теории моды статью, которая называется, собственно, «Не будет басеток, не будет Путина», про то, как люди одевались на протестные акции, начиная с 2011 и по 2017 год. С методологической точки зрения важно сказать, как это делалось. Понятно, что на все, что я могла, я ходила сама, это естественно. Кроме того, я делала некоторое количество глубоких интервью и довольно большой опрос онлайн. И, поймите меня правильно, опрос этот был довольно масштабным. Он полностью задокументирован, у меня есть ссылки на него, эти ответы находятся в прямом доступе, их можно посмотреть. Он был довольно масштабным, довольно подробным. Я очень благодарна людям, которые щедро мне отвечали. Ужасно интересно, кстати, что опрос был в открытом формате. Я просила писать комментарии, но добавляла, что если кому-то некомфортно говорить в комментариях, то он может писать мне письма и выяснить, что эта тема достаточно личная для большого числа людей. И это само по себе важно и показательно. Я занимаюсь довольно узкой темой, применительно к теории костюма. Я занимаюсь темой, которая называется повседневная костюмная генетичность. Простыми словами, я занимаюсь одним вопросом. Как люди справляются с одеждой каждый божий день? Я не занимаюсь вопросами того, как функционирует мода, я не занимаюсь вопросами того, как дизайнеры разрабатывают одежду. Я занимаюсь вопросом того, как человек принимает решение, стоя перед лодзинным шкафом. Это то, что меня интересует больше всего. И это, естественно, сказывается на том, что я буду рассказывать сегодня. Больше всего меня интересовали две вещи. Одна – это как человек конструировал свое «я». Как человек решал вопрос того, каким способом я лично буду одет на этом митинге, и что это будет говорить обо мне, и важно ли это вообще. А вторая часть, которая меня очень интересовала, это то, что называется субъектность. Как человек отвечал на вопрос, что моя одежда будет значить не в плане «я», а в плане «м». Я не буду сейчас говорить об этом подробно, это станет ясно, я надеюсь, из остальной лекции. И главное, что здесь надо сказать, что то, что я буду сегодня рассказывать, то, что было в моей статье, это только зачатки разговора. Это разговор очень по верхам, если угодно, это такой эскиз темы. Потому что тема – это гораздо больше, чем одна статья. Она требует и методологически гораздо более пристального исследования, и гораздо более четкого освещения некоторых аспектов. Поэтому считайте, что мы с вами сейчас немножко рассчитываем эту тему как слона, а я постараюсь сделать так, чтобы конкурсы у нас возникли у нас в голове. Еще одна проблема, с которой я столкнулась, кроме того, что тема огромная, и не укладывается в одну статью, это что, конечно, мои собственные когнитивные искажения очень меня мешают. У меня есть позиция, мне кажется, что у меня есть позиция касательно современной российской политики. Я говорю «мне кажется», потому что позиции, которые даются слишком легко, не выдерживают испытания подробностями. Но мне кажется, что у меня есть позиция. И это мешает, и это фонит исследователь не должен иметь позиции по вопросам, которые он исследует, по крайней мере, в идеале. Второе, что мне мешало как исследователю, это собственное участие. Близость может быть большим подарком, ты больше понимаешь, что лучше чувствуешь тему, но близость работает на искажение. И это тоже приходилось учитывать, и я совершенно не уверена, что справилась с этой задачей. Например, я понимаю, что в моем исследовании фактически не озвучат голоса людей, которым не нравились оппозиционные митинги, которые считали это нелепным. И неправильным. И которые, видимо, по этой причине в них не участвовали, у меня есть оправдание, я как видел, с тем, что участвовал в них. Но все равно взгляд со стороны, взгляд с обратной стороны был бы очень полезным. С этой части задачи я делала не имела и очень зря. Поэтому, сделав эти оговорки, я хочу сказать, что, конечно, главной темой, которой я занималась, была тема «Мы и они». Это вообще была главная тема, к которой люди возвращались снова и снова, когда речь шла о протестных митингах и о протяжительных протестных митингах. Это было очень очевидно. И, конечно, эта тема «Выкрест» никогда не могла ответить. Стала очевидной. На первых же ответах и на первых же глубоких интервью самым главным вопросом, который интересовал людей, когда они собирались на митинги, помимо вопроса «Как мне отморозить жопу?» был вопрос, как мы будем отделять себя от них. И я буду говорить об этом довольно много. Я прочту несколько, я буду много читать, много цитат, потому что мне кажется, что прямая речь – это лучшая иллюстрация, которая у нас есть. Первое, о чем мне хочется сказать, это, конечно… Сейчас, одну секунду, я синхронизирую записи с картинками. Да, все хорошо. Первое, что мне хочется сказать – это вот какая цитата. Общее впечатление от митинга было – это не толпа, это люди, родные, единомышленники и братья. По большому счету, эта цитата может служить приверным к исследованию, потому что, собственно, огромное количество опрошенных говорило о этом типе переживания. Оно связано было не только с костюмами, не только с вестиментарными практиками. У нас главным редактором теории моды и моим другом Людой Алябьевой есть на… каждый год мы ездим на огромный фестиваль, который называется Красноярский фестиваль с армия и культуры «Кряк». На «Кряк» у нас есть две банки специального – В-банка и Д-банка. В В-банку мы будем 100 рублей, если кто-то произносил вестиментарно, а в Д-банку, если кто-то произносил дискурс. Вестиментарное – это имеющее отношение к одежде. Я ее все-таки буду иногда пользоваться, потому что, короче, произношение, короче, фразы – это плохое слово, но сущное личное. Так вот, люди, которые говорили о начале в вестиментарном, они очень быстро переходили на тему вот этого ощущения чуть ли не аргейстической близости, и это было очень важно. Человек говорит, другой человек, что было надето одна, а в остальных мне было как-то пофиг, потому что толпа была очень уж своей, никогда, нигде я так комфортно себя не чувствовала до этого на массовых мероприятиях. Я попросила человека сравнить, например, с концертами, потому что, по большому счету, люди, которые рассказывают о концертах, рассказывают о чувстве единения. Узвальный вкус – один из очень сильных катализаторов единения, люди, собирающиеся на концерт, часто переживают аргейстическую близость, и человек сказал мне, нет ничего подобного, даже в юности, ничего сравнимого с этими митингами. Мне кажется, если здесь люди, которые занимаются антропологией, социологией, теорологией, мне кажется, тема митингов как аргейстического субъектного переживания предельно важна и ждет своего исследователя. Это огромная, важная тема. Если мы пытаемся рассматривать, я возвращала людей к теме одежды и просила перейти к антретике, вот это зада, которая для меня очень важна. Человек, которого я спросила, что запомнилось из одежды окружающих, сказал мне, я помню лица, я помню людей, лозунги, а одежда не особенно, но помню, что она работала как свой, в системе свой-чужой. По большому счету, человек ответил на все мои вопросы тем, что сказал, это был социальный маркер, я видел, что эти люди свои, я был готов стоять с ними заодно. Очень важны в этом смысле были знаменитые плакаты «Нас больше, чем кажется», и вот этот прекрасный плакат вы нас даже не представляете. Он очень интересный, это, во-первых, очень сровный, на мой взгляд, а во-вторых, конечно, он изумительно противопоставляет то самое «мы и они». Вообще невозможно разделить этот разговор об одежде и вообще в целом риторику осмысления того, что происходило на митингах. Я тут должна и время от времени делать такие сноски, как есть это была статья, так вот тут я должна сделать сноску про то, что мне кажется, что в целом мы еще не понимаем, что мы получили, когда получили в соцсети, в том плане, что как исследователи мы даже не понимаем, какая ревоценность находится у нас в руках, мы получили доступ ко всем кухням мира. Мы получили в письменном виде зафиксированные кухонные рефлексии. Кухонная, я не пытаюсь сейчас ее принизить, наоборот, я говорю о том, что сообщается только круг своих, да, и в этом смысле огромное пространство разговора, особенно после первых протестных митингов, и восторженное переживание того, как много оказалось условных нас, было крайне важно, повторялось из поста в пост и повторялось во всех интервью, которые я набрала. Ужасно интересно, что эту риторику использовали обе стороны конфликта, и про это нельзя забывать, мне кажется. Апофактические определения, то есть это время противного, были не менее важны, чем определения прямые. Я приведу очень заинтересовавшую меня цитату Пищиковой на кольте из статьи «Вторая Володная», это статья, соответственно, от 5 февраля 2012 года. Некоторые принципиально... Слушайтесь в язык и в интонирование. Некоторые принципиальные демонстранты отчаянно лавировали, да так и не выигрывали. Между полупочтенными и едва рукопожатными знаменами, чтобы попасть именно в свою правильную грядочку, были восторженные дамы, которые настолько оказались раздосадовыми случайным соседством, черно-белой-желтой, скажем, растяжкой, что даже шли с поджатыми губами, подбирали свои метафизические юбки, чтобы случайно не коснуться пари. Это было вообще очень важным переживанием, когда люди говорили, как много оказалось нас. Как только возникал вопрос, кто такие мы, и кого, собственно, нас оказалось много, вопрос этот оказывался не очень приемлемым и не очень обсуждаемым. Гораздо легче было вести разговор в духе «возьмемте с вами друзья», и я к этому постараюсь еще вернуться. Интересно, как другая страна, которая говорила о той же проблематике, потому что это дает более полную картинку. Сергей Агутин писал, в результате мы имеем что-то вроде драки ЛГБТ-меньшин с проститутками, с которой обе стороны называются нашими, еще отстаивают наши в кавычках интересы, но наших там нет, и твои интересы там точно никто не учитывает, комрад. Это крайне правые, они же крайне левые, по-российскому, я думаю, будут считаться крайне левыми, потому что они ближе такие социал-коммунисты, скорее, Агутинский такой социал-коммунист, который писал, что коммунисты не должны ходить, настоящие коммунисты, не клоуны-коммунисты, не должны ходить на одинизминги, потому что их интересы там не представлены, там, значит, подъемная тусовка и так далее, но он оберегает той же риторикой, есть наши, есть не наши, и нашим там делать нечего. Важность того, чтобы определить, кто такие наши и сколько наших там было, была запредельной, и я буду обращаться к этому не один раз. Тут необходимо сказать, что крайне болезненными оказывались все публичные ситуации, в которых открывалось, что не существует того гомогенного мы, о котором было бы приятно думать, что существует расхождение по огромному количеству вопросов. Для меня это важная тема, я попробую, если будет время, сказать что-то про нее в конце, я просто прошу запомнить, что вот это ощущение единства очень многими из тех, кто ходил на митинги или поддерживал митинги, для того, чтобы поддерживать митинги, не обязательно было бы здесь там присутствовать, естественно, очень болезненно переживалась любая попытка деконструкции этого мы или даже случайная, например, внезапный спор в комментариях по какому-то отдельно взятому вопросу воспринимался как буквально покушение на новообретенную ценность, новообретенную субъектность и близость и как буквально опасность демократическому движению. Это очень важный момент, грустный, но по-своему я буду к нему возвращаться. Важность конструирования этого мы в таких обстоятельствах была, конечно, запредельной и существовали попытки до того, как мы начнем ходить в одежде, язык всегда первый механизм, который реагирует на любые изменения реальности и попытки осознать, кто такие мы существовали в первую очередь на уровне языка, существовали, вот не очень, сейчас я попробую сделать одну странную вещь. Пока мы говорим, я попробую войти в свой дропбокс, дорогой Максим Несердийский, это связано с нумерацией файлов у меня, я пока что продолжу рассказывать, чтобы мне было удобнее показывать картинки. Например, было выражение «Восстание хипсеров», было выражение «Восстание». Ох, вот теперь все хорошо и удобно, сейчас я постараюсь вывести картинку на экран. Одна секунда, я просто расшарю экран. А вот здесь, я думаю, мне будет нужна помощь кому-нибудь, потому что это Windows, если можно просто поширить экран, это решится самая проблема. Простите, Максим, я все-таки не справилась с той системой, которую мы придумали. Я тогда продолжу рассказывать. Были очень разные попытки, и были попытки языкового осмысления, и иронического, и вполне серьезного. Было прекрасное выражение «Восстание хипсеров», «хипсерская революция опасная», потому что она немедленно отсекает огромный массив людей, не причисляющих себя к этой… Я не сказала, что субкультура, это такое немножко искусственное порождение, с моей точки зрения. Было гениальное выражение «Фейсбук поднимает жопу», которое было даже хаштегом в какой-то прекрасный момент. Было хорошо разошедшееся по соцсетям выражение «Митингу убитых ботинок», которое… Максим, я решила решение. Не мучайте. Все, я поняла, что надо делать. Я скажу, что все надо будет смотреть. Нумерацию в одном окне, а на край выводить в другую. Теперь у нас не говорится, что никакой игрушка не работает. Все из-за того неслышанного. «Митингу убитых ботинок» я отыскала и сохранила цитату из «Большого города». На иллюстрации изображены ботинки главного редактора журнала «Большой город» Филиппа Цитков слева и главного редактора журнала афиши Ильи Красивчика справа сразу после посещения митинга. И были они, конечно, в чудовищном состоянии. И ужасно интересно, что это было предметом гордости. Сравните митинги спорченных ботинок с другими выражениями. Митинги спорченных конверсов это важная разница, потому что митинги спорченных конверсов это очень классовое и статусное. Высказывание, опять же, подающиеся очень интересным образом пограничить аудиторию. Естественно, я все время буду возвращаться к тому, что любая сторона конфликта использовала примерно те же элементы. Максим, дайте прямую карту. Они не такие были блестящие. Ну, здравствуй, всем, что же, наоборот. Он продолжит. Как он? Да. Как он продолжит. Как он продолжит. Как самостоятельно. Значит, давайте. Так, послушайте. Мы все взрослые люди, мы не проводим без картинок. Все, просядьте, Максим, просядьте, просядьте. Ничего важного там нет. Один раз я читала эту лекцию на стройке, и ничего. Все хорошо. Пришлось показывать. Значит, да, пришлось на себе. Показывай себе. Поехали дальше. Значит, ужасно важно, что очень разные стороны конфликта или с очень разными взглядами возвращались к вопросу о том, насколько, какой была классовая репрезентация в рамках этого митинга. И этот вопрос нельзя обойти, если ищет одежда, потому что... Максим Герой. Я, значит, только... Все, хорошо. Будем работать так. Будем работать так. Потому что... Это я такая волшебная, я уже поняла, что происходит, я... Значит, потому что одежда это вообще очень политическая и очень классовая история. Обратим внимание, например, на то, что писал Кроговицкий, столичный средний класс возмутился и вышел на улице. Это вполне умеренное. Спасибо большое. Так, осторожнее. Осторожнее. Все, все хорошо. Столичный средний класс возмутился... Я хочу ботинки показать. Ботинки. Разве все так красиво? Красавые. Ботинки. Это иллюстрация из большого города, очень говорящая. Слева ботинки Дезерко, справа ботинки Красильщико. Все это очень важно. Столичный средний класс возмутился и вышел на улицу. Эхо Москвы вышло с заголовком «Почему богатые вышли на улицу?» Понятно, что эти заголовки имели довольно большое влияние. Еще на выражение было митинга интеллигенции, было выражение революции учителей и копирайтеров. Важно, что эта попытка естественного смысления существует при любой политической активности, но всегда набегается на массу препятствий. Что я буду делать? Я буду пытаться использовать костюм как иллюстративный материал. Я буду пытаться показывать на примере одежды, как, собственно, выстраивались все эти смыслы и как люди пытались их расшифровывать для себя. И еще важнее доказывать другим и зачастую другой стороне конфликта. Как костюм вообще оказался такой важной частью банка на Буглоте, такой важной частью дискурсов, когда речь шла об этих протестных митингах, такой важной частью всех разговоров об этих протестных митингах и такой важной составляющей всего проговаривания этой новой протестной реальности. Во-первых, он имел огромное значение в символическом смысле, во-вторых, он имел значение в прямом смысле. И вот это меня очень интересовало. Разговоров об одежде на митингах, прямых разговорах, было огромное количество, в том числе письменных, в том числе статей, в том числе обсуждения в блогах. Я буду приводить очень много примеров. И ужасно интересно для меня было понять, почему. У меня есть свои версии, я сейчас не поделюсь. Мне кажется, что на этих митингах решались принципиально новые для российской политики коммуникационные задачи. Во-первых, и вот тут надо говорить об истории немножко. Во-первых, не существовало в российской реальности к 2011 году не существовало костюмных кодов, костюмных правил для ситуации, которая называется владелем на протестный митинг. И создавать их приходилось на бегу. Это не очень просто. Во-первых, когда такое происходит, такое происходит довольно часто в очень равных социальных ситуациях, не только в России. Во-первых, немедленно включается одна из самых главных тем волнующих людей в связи с костюмом. Это тема уместности и неуместности одежды в тех или иных ситуациях. Как только в жизни общества возникает новая социальная ситуация, начинаются дебаты о том, какая одежда в ней уместна. Вы можете взять любую среду, любое время, любую точку географии, любую новую социальную ситуацию, там будут разговоры о том, как надо и не надо одеваться. Это происходило здесь. Я приведу очень запомнившуюся мне цитату. Меня трясет, когда на митинге я вижу двух фиф с макияжем и на шпильках, которые, выворачивая ноги, смотрят на меня, как на гниду в моих лыжных шланах, а потом спрашивают на документах, где-то купить коньяка. В этой цитате можно анализировать долго. Во-первых, мне важна сила торжения, автор, сила неприязни. Во-вторых, здесь, конечно, можно говорить о проекциях, смотрят на тебя, как на гниду. Тут есть какой-то очень сильный личный триггер. Но да, казалось бы, там, где человек должен радоваться, что такие непохожие на него люди разделяют общий символитический взгляд, это вызывает у него чувство крайней неуместности всего происходящего. Я подозреваю, что одной из этих это была я, потому что самое теплое у меня оказалось на шпильках, про каяк я не помню, но я бы удивилась. Страстная, важно хочется, страстная дискуссия о том, что уместно или неуместно в какой бы то ни было ситуации никогда не имеет отношения к одержанию. Можно сколько угодно обсуждать, с какой глубины депольте уместны на протестном митинге, это будет не разговор о депольте, это будет разговор о том, что мы делаем на протестном митинге, что мы пытаемся сказать на протестном митинге. Депольте будет точкой приложения разговора и так было здесь тоже. Предыдущее, я сказала, что эти коды пришлось сочинять на ходу, это очень важно, потому что предыдущий опыт в России, предыдущий опыт протестных демонстраций был в начале, в конце 80-х, в начале 90-х. Это были совершенно другие демонстрации, здесь черно-белая картинка, но я думаю, что совершенно нетрудно понять, что это была тайна. Слушайте, Максим, спросите от меня, Владимир. Да, все, мы закончили. Подождите, подождите, вот так нажимаете. дети маленькие. Черно-белая картинка, но понятно, о чем я говорю, демонстрации конца 80-х, начала 90-х, во время распада Советского Союза, были в контексте совершенно другой исторической ситуации и другой вестиментарной ситуации. Одежды почти не было, одежда оставалась в наследство от Советского Союза. Перенимать этот опыт было невозможно и бессмысленно, да, толпа на фотографиях действительно фактически черно-серая. Другое дело, что огромное значение в качестве образца для протестных литингов 11-го, 12-го, 13-го и так далее годов стали не российские социальные протесты. Это был, например, условный Occupy Wall Street с его таким почти театрализованным подходом к делу, с чуть ли не костюмированными выступлениями. У меня таких картинок больше одной. И в этом смысле, конечно, российская протестная общественность научилась очень многому. И вот у меня даже есть цитата. Имелся у меня для таких случаев значок, купленный в Нью-Йорке на Occupy Wall Street. Он гласил «I don't need sex, my government fucks me every day». Ужасно интересно, что человек вышел со значком на английском и здесь можно по-разному усталковывать этот факт. Этот человек мог поддерживать его самого, это достаточно важный довод. Мог подразумевать, что он окружен людьми, которые достаточно хорошо знают язык. Мог подразумевать, что он приятно чувствует себя частью международного протестного сообщества, но так или иначе эти заимствования упоминались часто и были очень сильны. Еще одним образцом, на который ориентировались многие, была, конечно, оранжевая революция в Украине, это была очень важная тема. Еще одним важнейшим... Наша мать, вот это к нам. Все, я поняла. Мать, твою собачу, окей. Еще одной огромной темой была арабская весна с ее зеленым цветом, с ее тоже довольно креативным подходом. Ужасно интересно, что три моих собеседника назвали в качестве образцов, на которые они ориентировались, израильские демонстрации, связанные с недостатком бюджетного жителья, которые в тот момент проходили довольно бурно, в свою очередь заимствовали в оккупай у оккупай Уолл-стрит. Это одна проблема. Людям не на что было ориентироваться, ориентировались на что могли, коды изобретали на ходу. Другая проблема, другая задача, которую надо было решать, ужасно интересная. Это новая визуальность. Она очень смешная. Когда речь, например, шла про оккупай Уолл-стрит, был... Когда-то Марат Гельман сказал гениальную фразу. Неважно сколько человек пришло на демонстрацию пять, пятьсот или пятьдесят. В камеру помещается пятьдесят. Это было очень давно, но Марат очень мудрый в целом. В России, когда речь шла про оккупай Уолл-стрит, люди понимали, что они работают на камеру, что результатом каждого митинга является не выход на улицу, а картинка. Люди, которые выходили на митинги в России, понимали это точно так же. С одной стороны, они меньше заботились о картинке, потому что все телевидение государственное и, собственно, они меньше работали на каналы. С другой стороны, все равно понятно было, что картинка хотя бы онлайн крайне важна, и это часть задач, которая решается, и люди рассказывали. Я это видела на митингах, все, кто там видел на митингах, люди охотно поворачивались к каждой камере, к каждой фотокамере, это была часть протеста, и, кроме того, люди сами охотно снимали, охотно выкладывали, и говорят в своих интервью мне о том, как много значило фотографироваться, но и фотографировались. До выкладывали фотографии, рассказывали, как они выбирали одежду, и так далее, и так далее. Ужасно интересно, что были советы стилистов. Вот совет стилиста не просто для протестных митингов, а для наблюдателей на выборах, которые я рассматривала всю историю с выборами, как часть протестного движения. Нельзя надевать свитер в полоску или рубашку в цветную клетку, так как возможно посещение избирательного участка журналистами и фотокорреспондентами из-за рубежа. Смотрите, какое тонкое понимание, какое четкое понимание того, что о российском телевидении речи не идет. К вам на участок в любой момент может прибыть серьезная иностранная «Нью-Йорк Таймс», ведущих на телевидении всегда стараются одевать в однотонную одежду без мелкого узора, чтобы в кадре одежда не репила. Иными словами, железное понимание, что работа идет на камеру. Что говорили собственно участники? Например, знал, что будет много фотографий и решил, что не буду выглядеть как француз под Москвой. Это когда я спрашивала, как люди, я буду еще про это говорить, как люди выстраивали сложные взаимоотношения между очень холодными зимами и страхом перед холодом. И необходимо решать эстетические задачи. Другая история. Это вот этот гениальный сайт, который назывался «Мода на баррикадах». Это было сатирическое издание, просуществовавшее буквально несколько месяцев. Они вели себя, я не знаю, кто стоял за этим, эти люди прекрасные вели себя так, как будто они глянцевое издание про протесты. Это было истерически смешно. И вот, пожалуйста, цитаты из них. Если вы выбираете между тем, чтобы тепло одеться и выглядеть красиво, забейте, одевайтесь тепло, да, нашисты, потом скажут, что на фоточках вы выглядели нефлогенично, зато вы будете читать отзывы с идти в уютном офисе, а не лежа в неуютной больничной палате с воспалением лет. И если мы бы искали действительно важное название для всего происходящего, мне кажется, что одним из названий должна была быть революция фотографий. Но все это символические задачи и медийные задачи. Были практические задачи, которые нельзя было не решать. Гениально пошутил Иван Давыдов, вообще гениальный, у России два союзника холод и винтаж. Про холод понятно, а винтажом значит для всего винтаж расходило слово винтить. Кроме того, что это смешная игра слов, очень интересно было наблюдать, как люди, которые ходят на митинги или сочувствуют митингам, работают с самоиронией, понимая, что даже их повседневные эстетические задачи, даже их повседневные эстетические усилия по отношению к костюму не могут быть в полной мере решены с учетом этих двух требований, будет в безопасности по отношению к погоде, будет в безопасности по отношению к возможной агрессии власти. К этому я еще вернусь. Прекрасная цитата из Марты Китро, писательница, которая тогда еще жила в Москве. Вообще, читаешь, и каждый раз просто говоришь, где живет этот человек сейчас, и это ужасно. Ну, в смысле, ужасная жалоба, что это все происходит. Марта Китро писала, наденьте элегантные говнодавчики Мартинс, например. Сейчас не время косплеить крутых ребят и покупать гриндера, у них неудобно заниматься оздоровительным бегом. И так. Но, для огромных, казалось бы, это ситуация, когда ты идешь на митинг плюс 20, минус 23, ты понимаешь, в некотором смысле это вопрос без приучения жизни и смерти. Ты несколько часов проведешь на холоде, не имеешь возможности никуда деться, с митинга невозможно было быстро дойти никуда, быстро согреться. Но, для огромного числа людей это оставалось светским мероприятием. Люди имели в виду, что они увидят множество знакомых, что они попадут на камеру, и это было важным соображением. Цитирую. Соображения были исключительно прагматические. Тепло и сухо здесь идет противоречие прямо в стадии. Но при этом, чтобы нарядно, то есть слово исключительно не работает. Ибо встречала очень много знакомых и шла как навстречу выпускников примерно, если бы выпускники собирались в лыжный поход. Я попробую показать картиночку. Разве не вам так дороги? Сейчас. Мне так просто кажется. Секунду. нет, у меня здесь нет картиночки. Я не найду ее по такой рации. Если надо будет, найду потом. Если надо будет, найду потом. Попробую. Может быть, позже. Другая цитата. Понятно было, что увижу всех и был уверен, что круто одеться в такой ситуации это задача, но с ней можно справиться. кто-то это не проговаривал, но это потребность в решении эстетических задач, а речь шла не только о эстетических задачах, речь шла о коммуникативных задачах. И я вернусь к тому, что речь шла еще и о том, чтобы, конечно, соблюдать всю статусную и светскую норму. Это могло не проговариваться, но ощущалось, я говорю сейчас как участник митингов, это ощущалось очень остро. И ирония была замечательной методом проговаривания этого неразрешимого конфликта, сложной проблематики. Моим личным героем стал журнал GQ в 2011 году, 10 декабря 2011 года. Они вышли с великой публикацией «Как одеваться на митинг», и я буду читать сейчас из нее цитаты. Я считаю, что это настоящий документ эпохи. Знаете, что, шутся, все. Взрослые люди, обойдемся. Значит, публикация 10 декабря 2011 года. Галоши, пальто из твида, хронированная бритва. Мы составили список вещей, которые могут переводиться в этом декабре. GQ шел потом к перине, и слова протеста почти нигде не участвовали. В частности, они предлагали, например, такая большая публикация галоши марки John Lomb. Эта вещь позволит не превратить ваш митинг в митинг испорченных ботинок. В конце концов, борьба за честные выборы не обязательно должна стоить вам новой парой обуви. Есть три цвета. Желтые пахнут ванилью и свободой. Цена 12 986 рублей. Кто давно не переводил деньги, это было когда рубль был 36 тысяч. Простите, пожалуйста. Это когда доллар был 36 рублей. 12 986 рублей это можете примерно прикинуть. Кроме того, рекомендовалось купить чемодан и опасную бритву. Ирония и сарказм вообще тут надо сказать, что ирония и сарказм это, конечно, метод говорить о проблеме. Когда для нее нет языка готового, тогда можно использовать некоторые уже существующие конструкции, пока язык пытается догнать проблемы. И все-таки я говорю сейчас про социальные, про эстетические, про гомендативные проблемы, но была прагматика. И вопросы прагматики играли, конечно, огромную роль. Значит, про винтаж и холод человек, один из наших респондентов сказал, каково же было мое удивление, когда на площади вместо 30-40 человек было больше полутысячи молодежи в достаточно легкомысленных нарядах и некоторых даже без шапок. Мне это ужасно понравилось, потому что это было очень разумно. Там действительно очень четко было видно, что люди шли на уступки ради эстетических решений. Тело главных тем были как защитить отходы и как защитить от агрессии. К агрессии со стороны власти, начиная с второго третьего митинга, приготовая в целом все, разговор об агрессии делился на несколько составляющих по мере усиления. Я разделила на три. Было ожидание неопределенной агрессии, агрессии вообще, было ожидание ареста вполне конкретное и было ожидание насилия. Когда речь шла об агрессии вообще, там возникал один очень интересный мотив. Мы это те, кто готов к тому, что нас будут винтить. Это ужасно важно было. Оказывалось, что мы это люди, которые готовы идти на риск. Вплоть до того, что там прослеживалась еще одна важнейшая линия, помогавшая сконструировать вот это самое желанное «мы». Мы были наследники диссидентов. Мы были в частности люди, которые читали те самые правильные книги. И, конечно, один из моих респондентов сказал очень показательную фразу «кажется, все помнят помятку Есенина Вольпина, кто же ее в юности не читал». Тем самым немедленно обозначил определенный социальный круг. Я надеюсь, что все понимают, что речь идет об Александре Есенин Вольпни. Это бывший политзаключенный, человек, который организовал знамение Демитина властности в 65-м году и написал в свое время памятку, что делать, если тебя арестовали. Это была такая настольная настольная и текст диссидентра. И вообще мы, те, кто читает книги, говорили про книгу Анатолия Гостюшина «Энциклопедия экстремальных ситуаций». Там есть глава «Митинг», написано «Как одеваться», цитировали на память и это была тоже очень важная вещь и ужасно интересная. Один из преспондентов, тот, кто цитировал на память и его спросил, насколько вам это помогло, он сказал «Я этим рекомендациям не следовал». Это в чистом виде был разговор про преемственность и определение того, кто такие «Мы». Мы люди наследующие этим людям. Когда я спрашивала еще, я очень много спрашивала один из моих вопросов, вопрос у них был, на какие, на что вы ориентировались, на какие источники и аспекты вы ориентировались. Одна из моих респондентов сказала «Крутой маршрут и ожог». Я чувствовала, что я знаю об этой ситуации достаточно, это тоже было очень показательно. и кроме того, ход этих разговоров и ход разговоров о безопасности и степень важности темы безопасности по отношению к насилию со стороны власти, она нарастала по мере усиления градуса насилия и было видно, как идет то, что называется «learning curve» – кривая обучения от митинга к митингу. Человек, например, один, который говорит, после первой болотной добавилось понимание должно быть не жалко одежду, если вдруг что и понятно было, о чем идет речь. Усиление ожидания непосредственно не абстрактного насилия какого-то, а непосредственно ожидания ареста и это очень важно. Одна из моих респондентов сказала, если я иду на митинги, то помимо удобной одежды делаю эпиляцию и надеваю новое белье лучше спортивное, если раздернуть будет эстетичное непоро. Можно хихикать, а можно вспомнить очень страшный момент из крутого маршрута, который я привожу своим студентам, когда говорю про моду и политику. Там есть момент, в котором главная героиня, наратор описывает женщин, которые несколько суток вынуждены провести в бальных платьях, в вечерних платьях глубокими депритетами в камере. И понятно, какой страх моей респондентке говорит. Подруга другая респондентка подруга задавала друзьям под неприметаемые пакетики для паспорта и телефона, если придется нырять с моста. Тоже можно хихикать, можно понимать степень тревоги людей. Бесконечная тема обувь, в которой можно бежать, обувь, в которой можно убегать. Отдельный поворот темы. Выглядеть, как одеться, чтобы не взяли, как выглядеть так, чтобы не взяли. Эта тема была огромной на самом деле. она ужасно публична и она очень возникала у респондентов. Например, важно было выглядеть так, чтобы меня можно было отличить от возможных провокаторов беспорядков, чтобы не замели и не бросаться в глаза тоже, чтобы не замели. Ужасно интересно, что человек здесь решает две коммуникативных проблемы. Он старается не выглядеть вызывающе для двух целевых аудиторий в некотором смысле. Тот же Джей Килл с его вот этой замечательной ситирической статьей «Твидовое пальто. Чем буржуазнее ваша одежда, тем больше психологического дискомфорта вы доставите полицейским. Не каждый из них решится вытащить из толпы серьезного человека в непростом твидовом пальто». Отдельное остроумие звучалось в выборе иллюстрации. Пальто было, если я правильно помню, в Бербере тоже что-то за три с половиной тысячи долларов. Человек, который говорил, назвал командировочную одежду, он инженер, работающий на больших стройках, чтобы не жалко было в грязной камере простите, ошиблась респондентом. Этот статус Аркадия Папченко, журналиста и военного корреспондента, надевал командировочную одежду, другой был инженер, чтобы не жалко было в грязной камере спать на полу. Еще один знакомый придумал концепт, одержанный на митинг, автоматически надувающийся сжатым воздухом шар. Представьте, человека хватают космонавты, в этот момент нажимая кнопку внезапно на каждом внутри большого надувного шара, не врезающего в двери автозавра. Это была моя любимая концепция. И, наконец, когда речь идет о ожидании ареста и, наконец, украшении градуса, ожидании прямого насилия на митинге, избиение дубинками, чего-нибудь в этом духе, газовой атаки и так далее. Цитаты. Одежда выбиралась та, которую мне жалко и в которой можно было лежать, на полу в камере или на тротуаре после пары ударов по почкам. Дар что-то мягкое и плотное, чтобы было меньше травм, если попадал в этот удар. Большой шарф, чтобы замотаться от холода и защититься от отушающих газов в случае необходимости. Надевал самую задрибанную дубленку, в которой гулялась собака, руководствуясь той же сформулированным принципом «Если меня будут положить по асфальту, головой от мелких травм». Учитывал, возможно, Орентилову было необходимо, так как не хотелось выйти из дома в любимые куртки и обернуться в нелюбимые без рукамки. И даже те, кому была важна эстетика и кто говорил про то, что больше он как на тему выпускников, выбирала прагматичные вещи, но все же прошла в ботинках над анкеткой, правда, в них мне все равно было бы удобно убегать. Второй тем оказывался холод. Я спрашивала людей, каждого респондента после митинга остались ли вы с чувством, что вы были одеты правильно. Я специально не уточняла, что я принимаю под правильно, а хотела, чтобы человек наоборот подсказал мне субъективное описание. Очень многие отвечали, да, главное, что я не замерз. Это действительно было очень важно. И как раз на примере холода очень видно, как человек решал сложную задачу, прагматика versus эстетика. Я хочу сказать, что в некотором смысле я начала заниматься когда-то теорией костюма, потому что меня заворожил этот факт, что человек открывает шкаф, я не знаю, как человек решает задачу, как одеться каждый день, потому что количество факторов, которые мы учитываем, вынимая вещи из шкафа, невероятно большое. И один из конфликтов, в который мы попадаем каждый раз, это конфликт прагматики versus эстетика, и тут он был обнажен. Очень видно это по инструкциям, которое было огромное количество инструкций, как одеваться на митинг, все они были в разной тональности. Это вот тоже, если здесь кто-то, кто занимается темой, вот тема для исследования отдельная, эти инструкции, как одеваться на митинг. И по инструкциям хорошо видно, как строятся, конструируются эти попытки совместить внешнее и вопрос безопасности. Выборы вот инструкцией стилиста. Выборы уже не за горами, поэтому те, кто планирует быть наблюдателями или членами избирательных комиссий, смело приступайте к пересмотру своего родероба заранее. Ужасно интересно, что это риторика, в которой можно заменять слова «лето» уже не за горами, потому что те, кто планирует провести отдых на Канарских островах, смело приступайте к пересмотру своего родероба. Это готовые штампы и просто вдруг они оказываются применимы к принципиально новой социальной ситуации. Что оказывалось важно и не важно. С одной стороны была бесконечная тема «плюньте на эстетику, плюньте на социальную составляющую и утепляйтесь». Например, вы идете не на светский раунд, утепляйтесь на совесть, не пытайтесь всех поразить своей красотой. Многие девушки хотят казаться красивыми, эффектными, но утепленная девушка даже в бабушке на ватнике будет бойко, здоровый, румяный, энергичный и красивый. Особенно мне нравятся энергичные. Организаторы мероприятия это из очевидной инструкции. Организаторы мероприятия активно призывают всех не стесняться и приходить в валенках. Это, кстати, очень конкретная вещь. Это было высказывание Бориса Немцова в светлой памяти. Он действительно обратился к желающим пойти на митинги, призывая их идти. Там не было идти в валенках, там было идти хоть в валенках, но одевайтесь тепло. И, конечно, ирония сарказма, как всегда, когда няли языка как метод проговаривания. В минус 25 по Цельсию умная, красивая, прогрессивная головка может отвалиться. Поэтому приветствуется глухонатянутое мертвое животное семейство куньих в любых формах. Эстеты могут опустить купюню в магазинах ТОЦ прямо в валенках. И, конечно, тема статуса постоянно обыгралась. Быть утепленным модным, но, значит, не модным, чем солиднее человек, тем больше он будет утепляться. И гениальный слоган, с которым вышла одна из инструкций, я была восхищена. Они одеваются лучше, мы оденемся теплее. Это были все те же леврадикальные коммунисты, которые еще и решали задачу, несмотря на то, что мы идем на митинг, нам надо отстроиться от еще одних них. И это было вполне не ально. Огромная была тема в рамках Байкл-Скопен DIY Do It Yourself. Совет. Как повысить теплоизоляцию подметки, не покупая специальных охотничьих сапог до минус 50 градусов. Самый лучший способ купить пенополитановый туристический коврик и вырезать из него стельки по размеру ботинок, предложив сложенные пакеты вместо стельки и добавив туда прокатку обувисть. Впрочем, довольно гениальный совет. Пользуются мои знакомые охотники. Говорят, что это очень эффективно. Огромное количество их действий, которые могли себе это позволить. Но вот совершались специальные покупки к походу на митинг. Я купил специальное термопелье и даже эту штуку как у пуссерают, потому что мне было холодно и я не готов рисковать. Я накануне одного из зимних митингов поехал в круглосуточный спортмастер за теплыми парштейнниками. Продавцы встречали меня очень тепло, спрашивали и завтра идут сюда и смотрели в глаза со значением. Что именно очень пробудительно. Как только возникло пространство инструкций, возникла реакция на инструкции, которая опять вся тема инструкции ждет своего исследователя. И, конечно, как всегда это бывает в политике, как только возникает какой-то дискурс, какой-то разговор, другая сторона подхватывает его и пытается работать с ним сама. Прекрасно было, что главврач Онищенко выступил в своей прекрасной вечной роли говорящей морской свинки и сообщил «Я категорически запрещаю идти на митинг все равно на какой стороне в той одежде, в которой выходят каждый день. Найдите бабушкины валенки, дубленки, в которой еще мор не съела и которые в 80-х были признаком отморщительного достатка и идите на митинг на любой стороне. Немцов говорил «Нужно серьезно одни здесь в форме одежды, нужны либо валенки, либо уги, термобелье, без него через час будет холодно и так далее». Свои публикации, публикации в изданиях, которые ты считал своими, воспринимались очень серьезно, были в новых, были в дожде и я спрашивала людей, как они относились к конструкциям и очень многие говорили, что читали внимательно, следовали и так далее. И ужасно интересно, это тоже требует вопроса. Для издания написать инструкцию, как идти на митинге было прекрасным способом показать, насколько оно заодно со своей целевой историей. Прекрасный, прекрасная цитата из одного из журналистов, которых я опрашивала. Помню, как в коммерсе был репортаж, кажется, теракута зимнего майдана, как-то начинался плав, и она бежала от ментов и все время поскальзывалась. Там был совет, девушки, не надевайте уги на митинг, я это заполнила и последовала. Я все время возвращаюсь к теме иронии, самоиронии, как способ конструирования групповой идентичности. Look at Me вышли со следующим заявлением. Сомневаться уже не приходится, ходить на баррикады это новый тренд, мода на баррикадах это блок, вот я обещала, что про них расскажу, о тех, кто делает это модно и достойно, не изменяя себе и своим жизненным принципам. Этот блок о главных героях, о баталонах для подражания, о всем, что может быть общего моды и революции. Это было прекрасно, этот блок до сих пор можно, куски из него можно посмотреть ВКонтакте, ВКонтакте slash fashion protest. Одним словом, там до сих пор лежат эти тексты, они бывают исторически смешные. Очень многие, там, очень, я не буду сейчас перечислять, я специально я собирала и писала статьи про альтернативы, какие-то уследовали, каким-то не уследовали, кто-то говорил, что он не доверял прессе, но расспрашивал о опытных знакомых. Это была отдельная огромная тема. И все-таки холод, холод и дентаж, дентажом, но вопросы сконструирования групповой идентичности все время выходили на первый план, и люди, возвращаясь к ним, и очень, с очень многими студентами, у меня было чувство, что они не хотят говорить о холоде и не хотят говорить о безопасности. Они хотят говорить об этом мы или об этом я, о том, как они чувствовали себя в этих категориях. Ужасно интересный вопрос. Был костюм для тех, кто участвовал в митингах, размывающий или объединяющий темы, потому что те и те голоса звучали очень много. Я начала с цитаты про двух фиф, про отстраивание, про то, что какие-то чужие люди на митинге. И с другой стороны огромный христистат, который, говорят, пришел как домой, пришел к своим, пришел как на день рождения близкому другу. Я попробую показывать, как строились сопротиворечивые ощущения, иногда существовавшие у одного и того же человека. Было выражение Норковой революции, его хорошо подхватили, вот я обещала еще одно выражение, его хорошо подхватили оппозиционные с другой стороны наоборот кремлевские СМИ. Причин могло быть несколько. С одной стороны, естественно, это были Hyperfile Participants, это была даже Ксения Собчак, это была значит, одиозная обожаемая Рынская, Собчак, вот статус Собчак. Когда люди, я же это вижу, когда люди на Болотную приезжают на Мерседесах, приезжают там бизнесмены, люди со своим бизнесом, хорошей одежде, как я это правильно, кажется, называют, это такая норковая революция. Собственно, это фраза, от которой пошла норковая революция. И на эту аудиторию работы Джей Кьюф, я буду еще к этой публикации возвращаться, когда рекомендуют заранее собрать перед митингом чемодан Ренова с пожизненной гарантией всего за, чемодан стоит всего 900 долларов, на случай, если тебя будут загребать, чтобы жена сразу могла отместить очень маленький. Интересно, что писал в этом смысле Уолл-стрит-джорнал о русских протестах. Я переводила как-то цитату. Собчак олицетворяла раньше гидонистическое преклонение перед гламуром и шиком в туче на нулевые в России богатой нефтодолларовиной. Внезапно госпожа Собчак и ее политичное поколение сделали с политической силой. Они поправляют пополнее отреды крупнейших за последние 10 лет антиправительственных демонстраций. И, конечно, это накладывало свой печаток. Рынска, тот же Волл-стрит-джорнал писал ее блог, прежде изобиловавшими цензурными тирадами в адрес великосветских соперниц, теперь содержит антикремлевские манифесты, которые обязательно нужно читать. Тина Гандилаки делала селфи на митингах и так далее. И, с одной стороны, были люди, которые им это очень встило, были люди, для которых они могут не любить их персонажей, но чувствовать с ними определенную классовую близость. Были люди, которых это крайне раздражало и которым казалось, что это отвлекает внимание от политических вопросов. И, таким образом, эти хайпрофайл партиципанс были и сильным, и слабым местом митинга. В частности, как слабое место это использовалось и прокремлевскими, и какими-то странными маргинальными изданиями. Военное обозрение писало гениальный текст. На площади выползла праздно болтающаяся московская тусовка, нагло противопоставляющаяся народному большинству, которые, в отличие от московских мажоров, исповедуют простые человеческие ценности, безопасность стране, покой в доме, достаток в семье. Это фон и красное пропагандистское использование рычага. Тут ничего нельзя сказать. За головком гламурной революции еще одно издание. В дискуссиях о политике активно участвуют Собчак и Гандилаки. Гламур в России больше, чем гламур. Это очевидно, потому что норковая революция, о которой так много пишут в социальных сетях, никогда не рассматривалась как социально-политическое явление. Это просто новая мода. То есть это использовалось в способе дискредитации политического составляющего. И разговор этот старательно переводился кремлевскими СМИ в область моды и гламуры, таким образом обесценивая собственно наполнение митингов, вплоть до предложения создать партию гламуры и так далее. Иронический проект мода на баррикадах, казалось бы, делает ту же самую вещь, но разворачивая оптику на 180 градусов. И там было прекрасное цитата. Все это пишет якобы модный обозреватель, который ходит на митинге, но хочет остаться на нем. Интересно, из какой позиции нас критикуют? Ну да, мы ценим красивые вещи, мы умеем одеваться, мы знаем, что такое хороший вкус, и мы намерены привести все это говно в соответствии с нашими эстетическими представлениями. Не будет барсеток, не будет и Путина. И тут можно опять сколько угодно смеяться, но можно вспомнить ключевую цитату про эстетическое расхождение с советской властью, и вот это они просто сформулированы другим способом. ужасно интересно, что очень часто вот эти норковые шубы надевали на митинги не из эстетических соображений, шуба была самой теплой вещью, которую можно было надеть. Очень часто мои респонденты считают нужным оправдаться и обозначить, почему они надели шубу на митинг. Одевалась постеплее в скобках пресловутая норковая шуба и 14-сантиметровые каблуки, так как обуви теплые без каблуков у меня фактически нет и очень этого стыдилось. То есть тут человек тоже считает, что своим внешним видом как бы дискредитирует политическую составляющую. У меня как у городского жителя девочки не то, чтобы была какая-то высокотехнологичная теплая одежда и на самый холодный митинг в начале февраля 12-го года я пришла в дизайнерских в скобках, но теплых штанах в самом толстом свитере винетон, который у меня был и в норковой шубе для пят и не стыжусь. Революция норковых шуб это потому, что самая удобная, самая теплая одежда москвича, самая дорогая и обратные высказывания вплоть до того, что одна моя респондентка говорит, читая возмущенные высказывания про норковую шубу не понимаю, почему, если у меня есть норковой шубы, я должна ее стыдиться. И это тоже важный разговор про конструирование моей классовой принадлежности. У меня был собственный потрясающий опыт на том самом февральском митинге. Я зашла в бар Стрелка, он был битком набит такими же митинговщими, как и я, и там был примерно ху-бис-ху российского глянца, начиная с Коли Ускова, и все они демонстрировали друг другу лыжные штаны и свитера с оленями, как солдаты демонстрируют боевые раны с такой понимающей усмешкой, типа, ты видишь, старик, на что я готов ради судей пройдены, и это было трогательно и невыносимо. Люди, которые рефлексируют по поводу того, что они были одеты на митингах плохо по их меркам, тоже считают нужным это обговорить и некоторым образом извиниться. У меня есть любимая титата, которую я не могу не привести. Выдающийся поэт Евгений Бунимович и депутат Московского Государственного Дума рассказывает «Лет 20 назад при переезде из Свердловска в Израиль троюродный брат оставил мне на память свою вырви глаз собачью, наверное, ушанку. Именно в этом треухе, сдвинутом на бекрень и прикрывшем один глаз, я запрещу на митинге на парус Явлинским на проспекте Сахарова». И фотография эта бродит по интернету как назидательная «Посмотрите на этих людей». Дискуссии эти очень четко показывают попытки увязать вот это все с «мы». Как «мы». Одежда же играет огромную роль в маркировке «мы». Люди чувствовали, что обстоятельства заставляют их отречься от этой маркировки и считали нужным хотя бы на словах реконструировать нормальный ход вещей. Проблема возникала на двух уровнях. Один уровень – это не гомогенность вышедших. Там не было «мы». Там были очень разные люди, очень разные течения. Некоторых этому радовались, некоторых это смущало. Но даже Собчак говорила, что люди выходят не потому, что они хотят переодеться из вальников в норковые шумы, не потому, что они хотят повышения для себя и для бюджетников, не потому, что они хотят льгот или еще что-то хотят от государства. И в этом было безусловно право. Был другой план проблемы. Интеллигенция не обсуждает доходы. Интеллигенция, тем более публично, не обсуждает доходы, не обсуждает вопросы денег. Говорить о одежде на митингах означало обсуждать доходы, обсуждать, что ты носишь и почему публично. Это была отдельной проблемой. Я всерьез думаю, что многие из моих респондентов предпочтуют писать не лично, а не писать в комментарии ровно из-за этой истории. Мы говорили о том, какое бытовое значение имела одежда, о том, какое коммуникативное значение имела одежда. У одежды всегда есть символический план. Один из моих респондентов говорил, мне было важно одеться как всегда в том смысле, что митинг это такая будничная активность между прогулками и гостями и я хотела это подчеркнуть для себя и своего ребенка. В отличие от некоторых других обстоятельств появления в городе, на митинге я бы не позволила себе карнавального или фриковского наряда, говорит человек, входящий в некоторую специфическую субкультуру и вполне способный одеваться довольно вызывающе радикально по повседневным меркам. Еще третий респондент говорит, хотелось показать своим видом, что я обычный гражданин, условно, довольно благополучный, которому не все равно, я не гопник, и одежда должна быть повседневной. Эти люди говорят о том, что им было важно показать, что на митинг они вышли с серьезными политическими целями. и вопреки, я говорю в начале о том, что очень много заимствований было у Окупай Уолл-Стрит с его карнавализацией. Когда шло обсуждение одежды, а его было очень много на Окупай Уолл-Стрит, очень многие видели проблему в этой карнавализации, очень многие говорили о том, что это превращает протест в игру, заставляет относиться к нему несерьезно. И люди, которые выходили на московские митинги, тоже это чувствовали и тоже далеко не всегда замечательную креативность, тут тоже возникал определенный конфликт. Есть несколько отдельных параметров, на примере которых очень легко показывать, как работал костюм в символическом плане. Один из этих параметров это цвет. С одной стороны, на главный период, на начальный период митинга в 11, 12, 13, 14 годы пришел в сторону цветной революции. Раньше цветная революция в целом. Сайт русская народная линия, например, дикий совершенно, шел с метким заголовком «белая революция в России». Вот я цитирую, «К власть рвутся те, кто будет в сто крат хуже нынешних, те, кто будет держаться никаких рамок приличия, ни в чем, в том числе и в воровстве». Это вот то, что поэт Юрий Огольев называет «и не скажешь, а скажешь». С чего дело вывод, что нынешняя власть держится рамок приличия в воровстве, ибо они свободы, а, откровенно говоря, под оранжевым флагом бесстыдства и разнутанности. И так далее, и так далее. Некоторые цвета имели отдельное значение. Красный, естественно, Россия и красный цвет это отдельная тема. Кто-то из моих респондентов говорил, например, что к 12-му году случайно красный уже никто не надевал, потому что с этим шли неокоммунисты. Еще один респондент говорил, что из-за красной куртки над ним шутили из-за символического значения, но это оказалось совпадением, но знакомые ему указывали и выговаривали буквально. На самом деле многие этого не заметили, но на митингах начиная с 12-го года было огромное разнообразие течений и колонн под цветными флагами были правые, были родфемы с их фиолетовыми флагами и так далее. Для многих это, во-первых, было неочевидно, кто-то не умел это считывать, но были те, для кого, кто говорил мне, что это шло для них это означало яркое и заметное. И тут шло очень четкое определение того самого мы. Мы яркие и заметные. Яркие – это те, кто хочет перемен. Они – это серые. И к этому я еще буду возвращаться. В принципе, логика «Мы цветные» была для многих очень важных. Я приведу несколько цитат. Яркая шапка, чтобы было проще найти со знакомыми и как элемент мирного костюма позитивно настроенного гражданина. Мне кажется, что яркий элемент помогал нам верить, что все закончится хорошо, а это было важно. Другая цитата. Клево, что почти все знакомые ходили в ярких пуховиках, дурацких шапках, радужных шарфах и было приятно разглядывать, кто как пришел. Еще одна респондентка писала, «Мне не нравится, когда на митинг надевают хаки и видно, что человек слишком подготовился. Есть ощущение, что он возможный провокатор». Еще человек, «На первой баллонной помню желтые тимберленды и вообще интеллигентный хипстерский лук, вязаные цветные непальские шапки с ушами и большие очки. Видела публичное обсуждение того, что на митинге куча тех самых желтых тимберлендов». Еще цитата. «На Сахарова видел девушку в зеленых штанах и красных валенках с латексными калошами. Там были другие вполне революционные колористические решения. Жемчужный бушлат с розовыми брюками, лимонный пуховик с голубым исподом, ультрамариновый рыжный костюм». Еще один респондент говорит, «Толпа вообще казалась неяркой, хотя, когда я анализирую, мне трудно понять, почему». Эта яркость возвращалась в разговорах постоянно, и она была способом инструировать «мы». «Мы» вот эти яркие, креативные люди. Это было очень важно. Вплоть до того, что одна респондентка выражала недовольство нецветной толпой на митингах в ее городе. Толпа в Новосибирске на митинге 2011 года была черно-серая, и это, судя по тогдашним соцсетям, ни одну меня расстроило. Еще одно имело значение, еще один цвет имеющийся значение, это белый. Во-первых, была история с белыми лентами, она была очень важной. Был момент, когда в центре винтили за любое белое с одеждой, и у меня есть огромное количество цитат про белые ленты. Самое яркое это, когда человек говорил «Я заплетал белые ленты ребенку в косичку, мы шли на митинг вместе». Для кого-то было важно оранжевое. Я надела, пишет человек, что я надела специально белую куртку, рядом, как только вышла из дома, остановилась машина и предложила меня подвезти, потому что было понятно, куда я иду, и я поехала. Белые рубашки Варьи Горностаевой и Сережи Пархоменко, которые были на всех фотографиях, где они идут, держась за руки, и это была очень символическая, очень важная история. Очень трогательно, когда Ксения Самчак рекомендовала надевать на митинге белый пуховичок, это было, участно, миленько. Понятно же, что у всех есть белые пуховички. Вплоть до того, что была какая-то, какие-то чокнутые патриоты, кургинян чокнутые патриоты, с кампанией, сжигали на Воробьевых горах белую ленточку с криками «Нам не нужна норковая революция». И так далее. Я надеюсь, что они сжигали белые пуховички. И были люди, которые говорили не про какой-то конкретный цвет, а говорили, и даже не прощения мы цветные, а прощения мы разные. Мы все разные, и это объединяющий принцип. Кто-то сказал, летом было забавно и круто видеть рядом кавайную девочку в одной колонне вместе с мужчиной в строгом костюме. Эти высказы, хотя они очень важны, были очень редкими, а хорошо бы, чтобы это замечали чаще. Там была очень неоднородная масса. И, наконец, последний способ конструирования этого «мы» это «мы творческие». Мы люди, которые подошли к костюму творческой. Тут, конечно, огромное значение имел «Окупай Уолл-стрит». Один из моих респондентов сказал, и это был прекрасный момент, один из моих респондентов сказал, люди были похожи на черте что, и это очень вдохновляло. Подруга моя Верочка пришла в одеяле. Это было стильно и политически оправданно, спальные районы за честные выборы. Другой мой респондент написал, что видел девушку в одеяле, и это произвело на него сильное впечатление. Кто-то помнит карнавальные костюмы вроде человека-танка или человека в шляпе-карусели, карусели на выборах. Потом я написал человеку, который рассказал, что у него была шляпа-карусель. Это что говорит нам о том, что это мы реально существовало. Она была, конечно, большая, но маленькая. Значит, одна из респонденток сказала, что после того, как Путин назвал кого-то, значит, измитягивающих гондонами, она вышла в оранжевый кровь, крыльящее муфти с листком, мы пришпилили к ним презервативом и надписью «Мы за безопасность всех с государством» и так далее, и так далее. На самом деле, для очень многих костюм был прямым высказыванием. Это требует своего, это ждет своего исследователя. Люди, которые создавали костюм не как карнавальный, смешной, а как wearable art, носибельное искусство с политическим высказыванием. Например, белые плащи с разными надписями политизированными. Еженедельный журнал делал белые зонты специально для митингующих. Не много, но делал. Люди, которые делали специальные футболки. Один мой респондент прислал фотографии футболки, и у него футболка была с перечислением требований «Независимый суд», «Парламентская республика», «Прикращение политических респрессий» и так далее, и так далее, и так далее. И человек писал, что футболку мы порвали, потом он печатал новую на следующий митинг и так далее, и так далее. И все эти цитаты меркнут перед одной последней цитатой, которая полностью для меня завершает тему того, насколько важно людям было построение этого самого общего мы. Большинство людей отвечало в комментариях. Я опубликовала опрос в своем блоге Fashion.z и просила людей отвечать в комментариях, и люди писали очень много, очень подробно, там было несколько сотен комментариев, и один комментатор написал, почитал комментарии, как на митинг сходил, всех вспомнил. И вот это, конечно, про эту исключительную социальную общность. Многие мои респонденты на вопрос, что заставило вас идти на митинг, говорили, ну, во-первых, там политический приобрел, а во-вторых, чувство, что если ты не пойдешь, то ты не один из нас. И это требует какого-то отдельного разговора, это крайне важно, и это про очень специфический поворот любой политической истории, которому, конечно, не место в разговоре о костюме, а место в совсем другом разговоре. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Лену, спасибо, друзья. У нас есть немного времени на вопросы, буквально два-три вопросы. Если вы хотите задать, поднимайте, пожалуйста, руку, я вам дам микрофон. Смелее. Так, вижу уже три вопроса. Вот, как раз. Спасибо. Лена, я хотела спросить, пытались ли вы как-то добавить к своим исследованиям и к осмыслению идею использовать мягкие игрушки как символ протеста, что было сделано в марше матерей? Нет, это вообще вся история с... Значит, она немедленно расслаивается на два разговора и марш матерей... Во-первых, я эту статью делала задолго до, да? Марш матерей это другая история, там игрушки символизировали неприсутствующих, то есть детей, а вот вся история про использование игрушек самими тягущими и геймификацию это важный разговор про зрелость и про символическую зрелость и про взрослые это мы на митингах. Он непростой и он требует какого-то отдельного исследования, там есть про что говорить и это не только игрушки, это сложная и полиная история. Пожалуйста, еще... Да, вот, был здесь вопрос. Ага. У меня не вопрос, а скорее комментарий. Давайте. Я очень горда, что я там была на Савково. Я специально ездила отсюда туда. Офигенно. Поддерживает дочь. Офигенно. Она была, там и должна была пойти. Я же мать, я тоже, наверное, должна. А вот. И я делаю, правда, старую дубленку своей подруге, одолжила. Вот это чувство, это, наверное, самое сильное чувство за последние 10 лет. Вот это единение, вот это вот, что вот все вышли и все такие вот какие-то родные и близкие, это было поразительно. Это был такой праздник. И вот это вот мой такой комментарий. Потому что это был вот просто праздник праздников за много-много лет. И потом, естественно, потом моя дочь перестала, потому что очень стало страшно. И я думаю, что это чувство праздника, естественно, ушло, а пришло чувство опасности. Конечно. Поэтому все в какой-то степени переоделись. И у меня в этом смысле вопрос к всем, кто был на митинге матерей. А вот там как было? С маршем матерей было настолько ощущение какой-то абсолютной правоты, что мы все были, мне кажется, все были уверены, что нас никто не тронет. Вы упоминали немножко крутым отшел наследие предыдущих и говорили, что вот это все одежда намного мотивировалась страхом холода, страхом винтажа, страхом вот если включается страх смерти, как вы думаете этот дискурс остается вообще? Вот на это слово из другой банки. Мне кажется, что это не так имеет отношение к митингам. Есть два плана ответа. В одном плане ответ довольно простой. Мы знаем, что человек не может жить со страном смерти каждую секунду. Он его потесняет насколько может. Я думаю, что люди, которые идут на митинг и понимают, что может быть что угодно, они могут рационально понимать, что может быть совсем что угодно. Вот как Саша сейчас говорит, что они нас если что, они нас будут убивать. И это ощущение в каких-то митингах было очень сильным. Но это понимание в чуже. А с другой стороны, я знаю людей, для которых оно было очень буквально. Для людей, у которых было очень сильное чувство, что с митингом можно не вернуться разными способами. И я думаю, что таких людей было не так уж мало. Но мне кажется, что это тоже ждет своего исследователя. И что вообще разговор про мотивацию тех, кто шел и не шел на митинге, это отдельный большой разговор. Спасибо. Давайте хорошо, короткий вопрос. Последний тогда. В общем, я с вами несколько слов. Потом задам один большой маленький короткий вопрос. Значит, первое. Близость работает не на искажения, а только на приближение к правде. Второе. Почему стыдно ходить в норковых шубах? Это надо спросить зеленых. Третье. Действительно, как бы не было опасно, мы туда шли и отсюда ехали. Потому что, если ты не идешь, то ты не один из нас. Следующим, мы, к сожалению, эти мы... у меня сейчас ощущение, что мы распались. И, наконец, вопрос. Что делать? Я не знаю. Спасибо вам за очень счастливый вопрос. Это не смешный вопрос. Нет, это вообще не смешный вопрос. Я не знаю, что делать совсем. Я не знаю, распалась ли это мы со всем. Но я знаю, что это мы было очень приятным чувством и очень опасным. Потому что это были очень разные люди и остаются очень разные люди. Самые больные эпизоды, самые тяжелые, полезные эпизоды были, когда вдруг выяснялось, что это не гомогенные мы, а люди с разными взглядами. Я твердо знаю, что будет только тяжелее. Потому что сейчас очень легко чувствовать себя мы. Потому что мы это просто не они. А они такие отчетливо они, что чувствовать себя апофатически не они довольно легко. Когда-нибудь это закончится. Когда-нибудь мы окажемся в мире, где у нас есть пять динократических партий. Это будет очень больно. Потому что выяснится, что мы все разные. я не знаю, как мы будем это переживать. Я знаю, что к этому надо готовиться, потому что будет тяжело. Вот честный ответ на очень частный вопрос. Спасибо вам за него. Спасибо, друзья. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить Ларису Итину и Англо-Русский культурный клуб. Лариса, огромное спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Лариса.